в общем то всем привет на улице у нас отличная погода до этого месяц лили дожди ничего нормально взять не мог и вот сейчас выехал снять для вас ролик почему стоит рассмотреть минск покупки и вообще на что он способен а перед просмотром этого ролика рекомендую вам подписаться на канал также подписаться на мой телеграм-канал там только самые свежие новости в общем заваривайте чай всем приятного просмотра сделано его небольшой обзорчик моцикл минск 2003 года выпуска с двигателем 125 кубов двигатель двухтактный карбюратор к 65 четырехступенчатая коробка и в общем то про него больше говорить нечего и как же не отметить его окрас такого голубого цвета минск видит только у себя эксплуатируя этот мотоцикл около 8 лет и за это время можно было понять что из себя представляет этот мотоцикл в целом рассмотреть минск покупки можно как минимум из-за надежности за такой длительный срок эксплуатации я не припомню чтобы были какие-то серьезные поломки безусловно какие-то мелкие поломки на нем присутствуют по типу там износились резинки в супица или лопнула лампочка в поворотнике такие проблемы в любом случае будут на любой технике а вот статус надежного мотоцикла он заслужил за свои безотказности то есть при любых погодных условиях подошел пнул по кикстартеру и он завелся с надежностью в общем все понятно теперь комфортно ли ехать на этом мотоцикле конечно комфорт на нем очень комфортная подвеска чувствуешь его отлично и разгоняется он тоже хорошо на мотоцикле конечно можно ездить с 18 лет но мне кажется деревенские парни на минске начинают ездить уже в шесть или семь лет еще один повод купить минск это то что он подходит как и для 100 килограммового мужика атаки для мелкого пиздюк в общем когда на нем начинала ездить во мне было около 40 килограммов сейчас я вешу почти 90 и он меня все отлично тянет в общем понятно да не важно какой вы просто берите минске кайфуйте теперь про скорость передача на нем довольно эластичная недавно снимал шорс ролик где ехал на 3 передачи 10 километров в час и 70 а так спидометр на минске врет где-то на 10 километров в час но конкретно этот минск по gps спидометру поесть 100 километров в час и может даже больше вот это вторая передача еду я дай бог 8 километров в час сейчас замерим максималку на 2 передачи то есть спидометру было 50 расход на нем тоже небольшой на литре можно проехать от 20 до 50 километров все зависит от настройки карбюратора и от вашего стиля вождения то есть это как бы тоже до немаловажный факт к его покупке расход небольшой и скорость можно развить приличную а сейчас мы будем тестировать на нем тормоза тормоза я настроил хорошо если не идеально сейчас бот торможение как вы видели тормоза на минске тоже неплохие и сейчас поедем прокатимся по бездорожью вот я и на месте кто периодически смотрит мой канал то знает эту дорогу она ведет на озеро и сейчас я вставлю его кадры тут такая хорошая грязь и сейчас я вам покажу как миск по ней едет ё-моё как тут глубоко ну и в обратную сторону наверное за счет легкости и маневренности мис справляется почти с любым бездорожьем кстати на моем канале много роликов где я езжу по грязи и на мотоблоке и на мотоцикле можете зайти и посмотреть вот следы от минска ну и как же друзья без ночных покатушек покажу вам как светит фара на минске и в общем переносимся в ночь бам друзья уже 10 часов вечера сейчас запускаем минске и я вам покажу как светит на нем фара да камера конечно не очень хорошо снимает я бы даже сказал плохо но уж как видно вот дальний свет ближний свет поворотники то есть вот все лампочки горят подсветка что-то не горит только не ну все таки минск в ночи выглядит круто да походу для хорошей ночной съемки надо покупать айфон но сейчас вот едем на дальнем швете на камере это вообще ужасно видно но все равно прикольно друзья вот так вот вы ехать носим прокатиться на улице тихо только сверчаки поют установился сейчас в поле чтобы вы послушали пение сверчаков и посмотрите какая луна ну вот еще одна причина купить минск это вот такой деревенский вайп ну а так друзья на этом все кому этот ролик понравился подписывайтесь на канал всем желаю хорошего настроения берегите себя и всем пока